В среде новаторов нефтегазодобывающего управления очередной успех. Второе место в номинации «Лучшее подразделение по рационализации». Когда-то газодобытчики Заполярного были первыми, но главный соперник Ямбурское газопромысловое управление в 2021-м оказалось на вершине научного пьедестала компании. Владимир Курносов сам активный изобретатель. Родился и учился в городе физика Игоря Курчатова. На его счету в соавторстве около 50 новаций. И за прошлый год второе место в рейтинге лучших рационализаторов газпромдобычи Ямбург. Бурный рост РАЦ-предложений он объясняет вводом новых объектов на Заполярном месторождении. Это недавно запущенная на газовом промысле 1С доживная компрессорная станция. Это запуск попутного нефтяного газа на подачу в ГП-3С. Улучшение в сетях газораспределения, эксплуатация завода моторного топлива на ГП-1С. Всего 136 поданных РАЦ-предложений, включая уникальный в своем роде тренажер для обучения и навыков работе на высоте и в замкнутых пространствах. Для контроля правильности выполнения действий человека, который находится внутри аппарата, существует дверь, через которую инструктор либо наблюдающий может посмотреть за его действиями. Для отработки навыков ведения огневых газоопасных работ в замкнутых пространствах, спасения людей из замкнутых пространств, эвакуация получается с высотных отметок и также работ на высоте. Вот та боковая часть у нас предназначена для работ на высоте. Здесь у нас имеется имитация горизонтального люка и вертикального люка. Тренажер – достоверная копия аппаратов, работающих под давлением, ревизию которых на газовых промыслах проводят регулярно. Эскиз нарисовали газодобытчики, проект изготовил инженерно-технический центр, собрали в УАВРе. Обучение теперь доступно всем, особенно операторам по добыче газа и слесарям по ремонту оборудования. Получается, работа на высоте у нас проводят все. Работы газоопасные в замкнутом пространстве у нас проводят персонал, кроме электромонтеров. То есть охват и занятия, в принципе, будут проводиться еженедельно с охватом всего персонала. Большие емкости, с вредной для организма человека средой, во время ревизии представляют реальную опасность. Замкнутое пространство – это всегда стресс, а на тренажере в полном обмундировании с автономным для дыхания кислородом можно будет отточить навыки взаимодействия и спасения при отравлении и возможной потере сознания. Он сделан по подобию. Единственное, что мы не стали делать его полностью глухим, чтобы там не было так темно. Чтобы можно было со стороны, наблюдающие все равно могли смотреть, не только заходить туда, но и смотреть со стороны, как делают. Это изобретение по итогам 2021 года стало лучшим в области охраны труда на предприятии. ПТО НГДУ не останавливается на достигнутом и продолжает фиксировать новые рацпредложения. В филиале есть внутренний конкурс, который мотивирует молодых работников оформлять свои идеи, а путь к инновациям обычно начинается с рабочего места. Когда работал на промысле, рационизаторские предложения были связаны непосредственно с техническими идеями. И больше в дальнейшем, когда уже перешел в производственный технический отдел, акцент сместился на рационизаторские предложения, связанные больше с организационными моментами. Рационализаторы со стажем уверены, улучшить на предприятии всегда есть что. Для этого нужно просто внимательно присмотреться к своему рабочему месту и окружающей производственной обстановке. Идеи обязательно появятся, а оформить их на портале «Новатора» будет не очень сложно.